Всем доброе утро! Я сейчас сижу в машине возле своего дома и наблюдаю, как мамаша, соседка, я вам уже её показывала, пытается запихать своего ребёнка в автобус. Ну честно, бедный ребёнок, мне его жалко. Уже сколько месяцев прошло, а дитё никак не может привыкнуть к школе. Итак, почему я сижу в машине? Мне нужно сейчас протереть моё стекло лобовое. Очень грязное. У меня сегодня с Тимой после, где-то в 12.30 я его забираю со школы, и мне ехать за ним, он, видите, выходит, не хочет садиться. И мне ехать с ним к доктору, у которого мы стоим на учёте, ухо, горло, нос. Сейчас стекло ужасное, нужно срочно протереть, потому что если будет солнце, оно меня будет слепить, я ничего не буду видеть. Сейчас покажу, чем я буду протирать. Это средство от компании Мила Лука. Дома на стёклах не оставляет разводов. На зеркалах попробую сейчас с помощью этого средства протереть стёкла. Вы можете видеть, что есть такие крупиночки, пятнышки. Однажды забыла закрыть стёкла в машине на ночь, и была очень сильная роса. Я рукой прям вытерла эти стёкла, и теперь видите, что делается. Сейчас буду протирать. Всё, протёрла, на улице холодильная, я замёрзла. Кто посмотрит, скажет, что чудная тётя. Я надумала машину мыть в такой холод. Но самое главное, что чисто, потому что мне, знаете, ехать туда около 50 минут в одну сторону. И когда грязное стекло, то это ужасно. Поэтому лучше, конечно, чтобы всё было чистенько. Вот, всё кругом. Это я тут. Всё кругом чистенько, стекло чистое. Так что можно будет отправляться в путь. Хочу вам показать небольшую часть своей уборки, чем я убираюсь. Я очень довольна этими средствами. Я ими пользуюсь уже полтора года. От компании Мила Лука. Ещё раз повторяю, в России их нет. Германия, Канада, Америка, Австрия, Австралия, ещё ряд других стран. Клэр Пауэр. Это для стёкол, для зеркал. Сейчас вы видели, ну не сейчас, а утром я вытирала стекло в машине. Не оставила никаких разводов. Табон Тайл. Это для ванны, для душевых кабинок сейчас буду убирать. Это для унитазов. И вот это, Ростик Тафф, это для поверхности мебельных, для полировки мебели. Почему я пользуюсь этими средствами? Потому что эти средства, они без всяких вредных добавок, без химикатов. Например, вот эти чистящие средства, как Клэр Пауэр, ну для зеркал, для ванны, для столов. В них нет аммиака, аммония, это по-английски аммонии. Аммиака в них нет, в них нет хлорки, в них нет никаких других вредных химических веществ, которые вредны для наших лёгких, для наших детей, для животных вредны все эти средства. Я имею в виду аммиак, да, хлорка. А вот эти средства от компании Мелолук, они не содержат этих средств. То есть мои дети могут убираться этими средствами, я убираюсь в присутствии их этими средствами. То есть они безопасны. Также они безопасны и для беременных. Если кто-то из вас беременный, и остерегайтесь особенно пользоваться хлоркой, потому что это вредно и для вас, и для вашего ребёнка, особенно хлоркой. Знаете ли вы, что при использовании хлорки хотя бы раз в неделю, это равносильно тому, как вы выкурили пачку сигарет. Это американские учёные сделали такое исследование. Поэтому с тех пор, как я узнала это, я стараюсь хлоркой не пользоваться. Дома у меня нет хлорки, я её всю выбросила, всю уничтожила. На работе я пользуюсь этим, ну, поскольку это на работе, да, никуда от этого не денешься. Но дома я этим не пользуюсь. И когда я пользуюсь этим на работе, у меня сразу начинают бежать сносы, и моя клиентка постоянно говорит, «Ты, наверное, начинаешь заболевать». Я уже это не раз говорила, если кто мои видео давно смотрит. Поэтому я стараюсь, ну, дома, чтобы у меня этих средств не было. Не то, что стараюсь, у меня их и нет. Я их, с тех пор, как я перешла на мелолуку, я всё это выбросила из дома. Так что желаю вам пользоваться только натуральными средствами. Если вы покупаете средства в магазине, старайтесь изучить, что находится в этих ингредиентах, чтобы не вредить ни себе, ни своим детям, чтобы не было экзема, чтобы не было аллергии какой-то или астмы. Я стараюсь от всего этого держаться подальше. Чего я вам желаю. Прибежал, Тима. Одевайся. Обнимашься, теловашки. Это школа Тимина. Одевайся, Тима. Одевайся, одевайся. Тима, мы приехали сюда в госпиталь, такой большой-большой госпиталь, очень красивый, чтобы проверить его ушки снова. Слух, наверное, проверить. Да, его hearing aids проверить. Это слуховой аппарат, вот он показывает. Да, их ничего не видно почти, да, Тима? Да. Ну всё, пойдём. Там... 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 Там invisible wires. Да, они невидимые такие проводочки. Пойдём, Тима. Ты не можешь видеть. Нет, мы не можем это видеть. Тима, ну-ка, покажи фокус-фокус. Осторожно, двери открываются. Смотрите, мы ничего не делали, они сами открылись. Да, Тима? Ой, посмотрите, какую красоту здесь установили. Тима, вон, сразу нашёл себе королевский трон. Очень-очень красиво. Да, Тима, тебе нравится? Да. Тебя сфотографировать возле этой красоты? Да? Сейчас сфотографирую. Так, мы с Тимой сидим уже в кабинете у врача. Тиме уже померили температуру. Взвешили его. Рост его померили. И сейчас мы ждём, когда придёт доктор. Быстро-быстро сниму. Вам погиб кабинет доктора, пока он не пришёл. Такое сидение, кресло в смысле, или проверяют. Разговаривают с ребёнком, с пациентом, весы. Такая стойка проверяют рост. И всё, что нужно для врача. Тиме проверяют снова слух. Чтобы убедиться, что всё хорошо, что ничего не изменилось, или наоборот, что-то изменилось. Так что, узнаем результат позже. Плохо видно на стекло, но всё-таки я покажу, как здесь красиво. Такой джинджер-бред домик. Такая красивая ёлка. Тоже очень высокая. И вот такие человечки. И вот такой человечек. Проверили его слух. Сказали... Тима, повернись сюда. Сказали, что с его слухом никаких изменений нет. Всё осталось по-старому. По сравнению... Сравнили с июльским тестом. То есть, это хороший знак, что не в худшую сторону поменялось. В общем, ничего не поменялось. Всё осталось так же. Нужно прийти ещё через 6 месяцев. Так, мы идём уже к машине. Сейчас мы уже поедем домой. Уже начинает потихонечку солнце садиться. Сейчас мы уже поедем домой. Я извиняюсь, что говорю немножко сбивчиво. Просто они мне... Ну, не то, что новость сказали. Но, в общем, в январе нужно Тиме увидеться с доктором-невропатологом. Потому что в июле, по-моему, или в июне, ему делали МРТ-тест. И они пытались до меня дозвониться. Но я была в Казахстане целый месяц. И они сказали, что... Ну, какое-то пятнышко у него есть. Я буду стоять вот так. У него есть какое-то пятнышко на мозге. Они не знают, что это такое. Нужно, чтобы невропатолог посмотрел эти тесты и сказал нам. Ну, говорит, не нужно пока ни о чём переживать. Потому что оно не выглядит плохо. Как бы, знаете, что... Ну, плохой какой-то диагноз. Но лучше увидеться с невропатологом. Поэтому я немножечко распереживалась. Сейчас ехать домой 45 минут по скоростной дороге. Я переживаю. Но надеюсь, что ничего страшного. Друзья, всем доброе утро. Не знаю, видно вам или нет. Но у нас идёт снег. Не обещали никакого снега. По прогнозе погоды ничего такого не было. Я смотрю каждый вечер, какая будет погода, чтобы мне знать, как утром одевать детей. Ничего такого не было. Никакого снега не показывало. Сегодня утром никакого снега не показывало. Везла Тиму в школу. И снежинки начали пролетать. Сейчас уже довольно-таки так крупненькие снежинки летят. У Тима сегодня такое событие в школе. Завтрак с директором школы. Вспомните нашу школу. Для нас, если вызывали к директору, то это было какое-то страшное наказание. Идёшь и не знаешь, в чём ты провинился. А здесь он за четверть показал очень хорошие результаты и в поведении, и в обучении, и вообще во всём. Во всей его школьной жизни. И ему дали вот такую привилегию завтракать с директором. То наш автобус приходит в 8.45, а завтрак с директором в 8.45. То он никак не успевал на этот завтрак, если бы он поехал на автобусе. Поэтому я его отвезла на машине сама. Он, конечно, довольный, что ему выпала такая привилегия завтракать с директором. Но посмотрим. Приедется из школы, спрошу его, что там было и как. Я немножечко, ну, можно сказать, так успокоилась. Мне сказали, что не надо ещё раньше времени паниковать. Это, может быть, всего-навсего какая-то гематомка. В детстве, может быть, удар какой-то был. И это осталось пятнышко, чтобы не паниковать и не передавать эту панику своим детям. Буду стараться. Надеюсь, вы меня тоже в этом поддержите и поможете. Успокоите моё материнское сердце. Так, что ещё хотела сказать? Да, самое, ну, не главное, но одно из важных событий чуть не упустилось. Некто у нас почему идёт? У нас уже 200 подписчиков. На это у меня выйдет, конечно, отдельное видео. Но сейчас я хочу поблагодарить всех тех, которые подписались, особенно того человека, который был двухсотым. Я вас поздравляю и себя я тоже с этим поздравляю, с этим событием. Буквально за месяц, наверное, у меня набралось 100 подписчиков ещё. Я не помню, когда у меня было 100 подписчиков. Сейчас у нас уже 200. Всем огромное спасибо за подписку, за просмотр, за комментарии, за лайки, за внимание к моему каналу, к моим детям, за то, что вам это нравится. Всем огромное спасибо. Всех стараюсь вас тоже смотреть. По возможности. Простите, если не сразу это получается. Я благодарна всем тем, кто смотрит меня в ответ. Я рада, что вы у меня есть. Я рада, что я могу поделиться с вами своими радостями и печалями. Вы делитесь это вместе с нами, своими подписчиками. Так что всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Здоровья вам, вашим деткам, вашим близким. Пусть в вашей жизни никогда не будет никаких грустных и печальных минут. На этой веселой ноте я и заканчиваю свой влог. До свидания.